3 мая на Поклонной горе в Москве стартовал военно-патриотический проект Росгвардии вахта памяти «Сыны Великой Победы». Одновременно автопробег начался и в восьми федеральных округах Российской Федерации от Пскова до Владивостока. По всей стране в путь отправились экипажи предприятий охраны Росгвардии. Именно эти подразделения обеспечивают безопасность более 800 историко-мемориальных и музейных комплексов. Первая остановка на территории Чувашии – мемориал в память о строителях сурского оборонительного рубежа в селе Порецкое. В 1941 году 17-летняя Клава Муленкова закончила педагогическое училище, а вернувшись домой в Порецкое, почти сразу отправилась копать противотанковые рвы. Сурский оборонительный рубеж на территории Чувашии протянулся на 80 километров. Все сурские села, которые по берегу, вот они все работали. Вот мы в 8 часов уходили, и до вечера лопатой вверх. Цифры ошеломляют. За полтора месяца жители республики вынули 3 миллиона кубометров мерзлой земли, построили полторы тысячи землянок, 2347 огневых точек. Об этих подвигах должны знать все. Решили в Росгвардии и объединили мемориалы в один маршрут. Из настоящего в прошлое. В каждом регионе есть памятные места. Хоть и здесь и не проходили тяжелые бои, связанные с борьбой с фашизмом, здесь наш народ готовился к встрече фашистов путем строительства оборонительного сурского оборонительного рубежа. Этот рубеж был построен за кратчайший срок, за 45 суток, и до практически 43-го года содержался в полной боевой готовности. В течение шести дней участники автопробега проедут более 10 тысяч километров. Посетят не только места масштабных сражений Великой Отечественной, но и малоизвестные участки войны, где проходили бои местного значения. Большинство из них были открыты только в последние годы, благодаря совместной работе патриотических клубов, поисковых объединений и Росгвардии. А в Порецком районе о трудовом подвиге своих земляков знают давно, знают и гордятся. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.